Инструмент Loop Slice. Выделяем несколько полигонов, нажимаем Loop Slice. Нажимаем во Viewport. Появляется полоска вверху. При перетаскивании этого треугольника вдоль полоски изменяется местоположение создаваемого лупа. Также можно изменять, зажав левую кнопку мыши и двигая курсор мыши влево-вправо в самом Viewport. Или это значение в процентах можно ввести в этом поле. Перемещение создаваемого лупа происходит при выбранном режиме Edit Move. Если выбрать режим Add и нажать на сиреневую полоску, то то место, где мы нажмем, создается новый луп. То есть с этим значением. Режим Remove удаляет лупы, на треугольничке которых мы нажимаем. Чтобы добавить новый луп, можно добавить при помощи режима Add, либо увеличить количество лупов. Далее мы их можем передвигать. В режиме Free каждый луп передвигается отдельно, независимо друг от друга. В режиме Uniform передвигать мы их не можем. Они автоматически располагаются на одинаковом друг от друга расстоянии. И при добавлении или уменьшении количества лупов, каждый из них меняет свое местоположение. При параметре симметрии и добавлении новых лупов параметром Count, они добавляются симметрично друг от друга. То есть становятся зависимыми попарно. То есть каждый следующий край друг от друга зависит. Тот луп, которому пара нету, располагается ровно посередине и не перемещается. При добавлении, то есть ему добавляется пара, и он становится также зависим и полагается. Так, чтобы в режиме симметрии расположить их или в режиме Free на одинаковом друг от друга расстоянии, нажимаем кнопку Uniform. Далее при удалении какого-либо лупа будет удаляться парный ему луп. При удалении в режиме Uniform, оставшиеся будут располагаться, то есть перемещаться на одинаковые друг от друга расстояния. В режиме Free, если удалять, то оставшиеся остаются на прежних местах. Также задавать расположение лупов можно, выбрав его значение в поле Current или выделив его здесь надо режим Move. или выделить его здесь на сиреневой полоске, либо ввести параметр Current. И после этого, когда выбираем Current, меняем значение в процентах. Далее слайдер X и слайдер Y это координаты первой точки для сиреневой полоски, то есть слайдера. Его последняя точка это длина параметра Length. Можно увеличить для того, чтобы более точно можно было изменять значение. Далее Slice selected. Если параметр активен, то рассекается не весь луп на заданное количество каунтов, а только выбранные полигоны. Также можно выделить полигоны, скажем, вот в таком порядке. И при нажатии Loop Slice выбираем Slice selected. Если этого не выбрать, то тогда рассечения будет множество по всему кубу. Выбираем Slice selected. И наш новый луп создается вот в таком порядке, маневрируя, повторяя все наше уделение. Далее параметр Keep Clutch. Добавляются дополнительные ребра, так чтобы не было многоугольников и треугольников. То есть сейчас у нас в полигонах по вертексам параметры вот эти две строчки. То есть полигонов, которые имеют всего лишь три вертекса, их семь штук. И полигонов, которые имеют более четырех вертексов, тоже семь. При активации параметра Keep Quads эти значения становятся равны 0. То есть сейчас у нас в геометрии только четырехугольники. Далее мы можем добавить профайл к этому Loop Slice. Ну скажем, вот такой. То есть это выдавливание этим профилем вдоль всего выделения. Можем поменять Reverse Direction. То есть в какую сторону будет выдавливаться в направлении. или Reverse Inset. То есть он уже не внутрь, не в углу фигуры выдавливается, а наружу вытягивается. Далее мы можем изменять количество каунтов. Если каунт один при выбранном профайле, то тогда количество ребер задается автоматически. То есть то, которое необходимо для повторения формы. Если мы меняем значение, то оно будет ровно тем, сколько мы поставим. Так, пробел, чтобы применить. Сейчас я удалю вот эти ребра, чтобы получить плоскую поверхность. Далее выделяю ребро. Нажимаю Loop Slice. Нажимаю на Viewport. Снимаю галочку Slice Selected. Убираю Profile. Для этого нужно найти выбранный и с зажатой клавишей Ctrl нажать на него, чтобы снялась оранжевая рамка вокруг. Далее. Сейчас у нас Loop. Сколько бы мы каунтов IG не добавляли, линии остаются прямые. При активации Preserve Curvature она изменяет свое направление. Становится вогнутой, если значение минус 100%. И если значение 100%, тогда она становится выпуклой. Эта выпуклость рассчитывается исходя из соседних перегонов. То есть это такое, как сопряжение получается, сглаживание. Параметр можем изменить, увеличивать, уменьшать для получения различных форм сглаживания. Далее. Если выделить те же разных направлений и нажать пальцы, пальцы, то разрезаться фигура будет в каждом из этих направлений. Сейчас еще один момент. И сейчас мы имеем полигон, который не четырехугольник. То есть он многоугольник. Он имеет шесть сторон. Для того, чтобы нам его рассечь. То есть если мы будем делать обычное рассечение, то он не рассекается. Если мы нажмем, поставим параметр активируемый слайд с NGON, то тогда он будет рассекаться. Еще есть параметр INSET. То есть если у нас не выбран профайл, то мы можем этот параметр изменить. И, скажем так, он дает нам вдавливание или, наоборот, то есть изменение идет либо внутрь, либо наружу смещение. Здесь из-за профайла так неаккуратно получается. При отрицательном значении вводит, наоборот, наружу. Выберем профайл. Параметр KEEP ASPECT. То есть KEEP ASPECT это соблюдение пропорций, то есть тех пропорций, которые заданы профайлом. Если мы убираем, то тогда поверхность становится плоской, потому что INSET равен нулю. Если мы этот параметр изменяем, то меняется форма. Если поставить KEEP ASPECT, то все становится таким, как в профайле. То есть без KEEP ASPECT мы имеем ручную настройку. Нажимаем пробел для того, чтобы применить. КОНЕЦ КОНЕЦ